Важена, здравствуйте. Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, слышали про новый флешмоб, где Виктория Бонни, Яна Рудковская и все инстадивы, назовем их так культурно, разрезают свои сумки и заявляют, что теперь они... Как они оскорблены тем, что этот бренд отвернулся от них? Да, я слышала этот флешмоб, совершенно верно, я это видела. А мне кажется, или у нас картинка запаздывает? Вот я говорю, а лицо плывет и на несколько секунд позже выходит. Важена, а вы попробуйте камеру... Это так у меня только или у вас? Нет, у нас все нормально, мы вас хорошо видим, только попробуйте камеру не двигать по возможности. Не двигать, хорошо. Потому что тогда появляются вот эти лаги. Да, Важена, я вот хотела спросить, как вы считаете, почему все-таки, вот Леонид уже высказал свое мнение, как вы считаете, почему все-таки всякие Бузовы и так далее согласились на вот этот флешмоб? И почему, неужели нет ничего человеческого? Ведь они видят вот эти фотографии и съемки там с квадрокоптеров из Буча, где просто лежат тела мертвых солдат. Они понимают, какое количество людей из Украины вынуждено бежать. Ой, вы знаете, я пока еще в России, я еще не уехала, я вот-вот уезжаю, но поэтому я от резких заявлений воздержусь, но это не люди, это организмы. Что там организмы могут понимать и видеть? Они как свинья, которые видят корыто, корыто прет. Если скажешь это, корыто будет ближе. Скажешь другое, корыто, нынешняя корыто, это отодвинется, поэтому... Это чисто, чтобы они, чтобы вы не думали про них, не говорили про них, они во всем видят только одно, пищу. Вот пищу дает за такое-то высказывание. Вот ближе, вот, отведешься на лояльность, ништяков будет больше. И они к этим ништякам и идут. Бажана сказала, что воздержится от острых высказываний и тут же приложила организмы по полной программе. Не смогла, не смогла, не смогла. Но это не люди, это двуногие. Это двуногие, чистые такие вот примитивные инфузории, которые видят во всем только пищу. Бажана, как работает эта индустрия? Как работает вот эта индустрия, когда им спускают темники, назначают цену и говорят, вот давайте позорьтесь, но мы вам за это хорошо заплатим. А они там торгуются, не торгуются, могут ли отказаться, не могут отказаться. Как все это устроено? Вы знаете, я думаю, что это устроено так, как у Шварца написано. Сами догадались. Помните сказку про дракона, да? А это что-то там, мечи сломанные, я не помню, какие-то копии или мечи сломанные. Это вы им сказали дать? А он говорит, нет, сами догадались. Я думаю, что большинство из них догадывается сами. Ну, то есть вы хотите сказать, что эти паски не проплачены? Они сами догадываются, что нужно налить больше виску, этого самого жиранины, подбавить. Эти сами догадываются, что нужно выскопить, а те сами догадываются, что нужно дать контракт какой-то или концерт какой-то, или подбавить за что-то. Что дальше они будут резать после сумок Шинель? Чего нам еще ждать? Какой еще тупости, каких еще, так сказать, выходок от пропутинских инстаграм-селебритис? Если трон под Путиным зашатается, то они будут говорить, что они всегда были против. Потому что если трон под Путиным зашатается, то зашатается их корыто. Что они будут резать дальше, я не знаю. Спасибо большое. На самом деле, Леонид, может быть, у тебя еще какой-то есть вопрос? Для меня все, в принципе, понятно. Я искренне, на самом деле, но вот мне тяжело поверить, что Ольга Бузова в здравом уме, то есть я считаю ее достаточно, мне кажется, умным человеком, раз она с тем, что... Вам, извините, вам трудно поверить, что Ольга Бузова животное? Что это не умное животное? Вы считаете ее кем? Человеком? Интеллектуалом? Мыслящим организмом? Или кем? Ну, окей, Бажан, вот я здесь поспорю. Не, ну, правда, странный вопрос. Если бы вы меня спросили про Спивакова, который подписывал письмо в защиту политики Путина в Крыму еще в 2014 году или Лунгина, я бы еще как-то порассуждала бы. Но когда вы мне задаете про Бузову вопрос, то вообще, ну, давайте еще спросим про Мох, про Лишайник, про инфузорию, туфельку, про червяка можно спросить. Бажан, а я поспорю. Ведь там эти миллионы подписчиков в Инстаграме, все мы знаем, они просто так не даются, с неба не падают. Там девушек с хорошими внешними данными у нас очень много. Но там Бузова почему-то вот добралась до той позиции, до которой она добралась. Это много работы. Все равно там сделать хорошие истории, постоянно быть в кадре, постоянно быть в форме, постоянно находить какие-то новые форматы, постоянно что-то придумывать, чтобы оставаться актуальной так много лет. Это не так просто. Там под ковром есть довольно серьезно специфическая, но серьезная работа. И вот кажется сейчас, что она, ну, там, по сути дела, там, в каком-то смысле, там, всю эту работу обнуляет. Нет такого ощущения? Нет такого ощущения. Она бесстыжие животное, она, возможно, работящее животное. Я же не спорю с тем, что она работящее животное. Но какого качества подписчики у нее в Инстаграме? Вы посмотрите, качество этой аудитории. Это же низшие из низших. Это же черни, это же плебеи самого низкого пошиба. Вот такая аудитория приличным людям, она нахрен не нужна. А Бузова, она абсолютно прождественна этой аудитории. Она никто, и на нее подписаны такие же никто. Спасибо большое, Бажана Рынска, за комментарии. Было очень приятно с вами говорить. Ну, качество, качество. Это чернь. Люди, которые подписаны на нее, это чернь. Вот чернь и ведет себя как чернь, и реагирует как чернь. Видит только корыто, и свои выгоды от приближения к этому корыту. Пойду проверю свои подписки. Хотя, вроде, я на Бузову не подписан. Бажана, спасибо большое за комментарий, за искренность, и за яркую оценку. Конечно, сложно не согласиться. За искренность в ненависти к плебеям, пожалуйста. Искренне, пожалуйста. Спасибо. Держитесь, и надеемся вас еще увидеть у нас в эфире.